Ты не останешься в нашем доме. Мой дом это весь мир, а крыша звездное небо. Мой долг помочь другим людям стать счастливыми. Я родилась в Новосибирской области. Закончила школу в Екатеринбурге. Школа для согласнощих детей. В школе был кружок жестов и песен, который вела Марина Васильевна Кришенинникова. И она рассказала, что в Москве набирается курс на театральном факультете. Я поступила. Вместе со мной из Екатеринбурга приехали Максим Теунов и Ира Бакарова. Именно Максим и Ира, они дашли со мной до выпуска. Которые потом вместе со мной вошли в театральный проект «Синематограф и медоснов». Через год после выпуска я поступила в Аквик. А я, когда поступала, я даже еще не знала, к кому я поступлю. И поступил к мастеру, к Игорь Федоровичу, в масле. Актерское образование я получила здесь, в государственном специализированном институте искусств. Сейчас, пока я занята в проекте в Красноярске, на этот проект пригласил нас Роман Феодория, главный режиссер красноярского «Тюза». Он задумал проект, социальный проект. В этом проекте будут участвовать дети, не слышащие, вместе с актерами «Тюза» Красноярского. Алексей, а с какими-то трудностями вы столкнулись, учась была в ГИКе? Отечественных фильмов с субтитрами нет, хочется где-то искать. Иногда встречался с людогубом, и людогуб приносил фильмы. Но очень много хороших фильмов русских наших отечественных, но они без субтитров, к сожалению. Когда я поступала, моему мастеру советовали, зачем вам глухую носу у себя. А он сказал, чувствуете все. Ну и глухой мы ушли. И он очень спокойно это сказал. Нужно просто верить в себя, тогда все получится. Опять баланс. Я буду думать о тебе и ждать встречи с тобой. Ты вернешься. Обязательно вернусь. И с конца земли в конец, как верблюжий бубенец, Я скитаюсь и в пыли ноги босые мои. Мне ведь крыша не нужна, Были б звезды до луна, Было б небо надо мной озаренной луной.